Питер Питер, спасибо! Конечно, это же у нас культурная столица, интеллектуальный город. Спасибо, друзья, за то, что вы отлично слушаете. Спасибо, друзья! Сегодня мне и вам невероятно повезло, потому что рядом со мной не просто очаровательная, талантливая девушка, которая знает толк в холодных женщинах, в холодных мужчинах, это еще и певица, и ее песни, между прочим, нужно слушать очень внимательно, потому что фразу «не меняй меня» на «не меняй меня» я думаю, понять с первого раза не очень просто. Фразы из старых альбомов, ну кому о них уже интересно вспоминать совершенно, нет никакого интереса об этом говорить и думать. То есть вы не любите вспоминать свои старые песни? Ну, я их пою на концертах, этого достаточно, их любят мои слушатели, а я, конечно, всегда работаю над новым материалом и люблю разговаривать о новом материале. Это нормально для любого музыканта. Ну, Мара вообще в буддизме это демон-искуситель, вы демон? Да, ну, вы не знали? Я ангел, я ангел, который несет в этот мир свет, и этим все сказано. А кто читает всякую чушь в Википедиях, ну, продолжайте заниматься глупостями, что же я могу сказать вам? Сколько я знаю, вы поете вообще с самого-самого детства. А когда решили заняться пением профессионально? Потому что вы же банковский работник по образованию. С самого детства я решила этим заниматься профессионально в том числе. И вообще, знаете, люди, настоящие рок-музыканты, они вообще музыку воспринимают как часть своей жизни, и чему бы они не учились. Вы помните какую-нибудь историю из детства, которую приятно вспоминать и сейчас? Нет, я вообще про детство стараюсь не вспоминать, мне кажется, там все такое глупое было и дурацкое. Почему? Ну, не знаю, какое-то, все не очень. Ну, мне кажется, родителям непросто с вами было, когда вы были подростками. Очень подросткам, может быть, непросто, а когда я была маленькая, было все весьма просто. Я, например, жила, дневала, ночевала, разогревала себе есть сама, укладывала себя спать сама. Знала, во сколько время мне надо лечь спать, что мне можно читать до скольки, в обязательном порядке я очень много читала. И мама у меня работала сутками, поэтому я просто вот сутки жила одна, сутки я жила вместе с ней. Поэтому я очень самостоятельный ребенок, со мной было крайне легко. Сейчас самостоятельность осталась? Ну, конечно, так с детства, как повелось, так вот, в общем-то и дальше. Вы пишете сами песни, говорят, что есть люди, которые творят на спаде настроение, есть на подъеме. Вы когда творите? Тогда, когда вижу резкую необходимость и невозможность не написать. То есть тогда, когда внутри меня есть слова, есть музыка. Это может происходить по ощущениям от какой-то негативной ситуации, а может происходить, наоборот, в состоянии тотального счастья. Это уже не так важно. Не важно, откуда идет этот импульс, важно, что он просто открывает определенные каналы внутри, и из тебя начинают исходить слова и музыка. Вы говорите, что, как любой музыкант, вам нравится говорить о новом творчестве. Что сейчас вас вдохновляет? Мы только что вернулись из Арктики, из глубокого Заполярья, где мы сняли клип на песню «Арктика». И сейчас мы занимаемся монтажом. Также в Питере мы записали лайв-концерт, прошлый концерт. Мы будем монтировать этот концерт, и вот ближайшие такие планы, на которые должно уходить все наше вдохновение, вот это наши ближайшие планы. Как в Арктике все прошло? Как у вас впечатления вообще от Арктики? Арктика – это сильнейшее место, там тебя накрывает, и тебе снова и снова хочется вернуться на север, потому что там нет зла, там нет грязи, там все очень чистое, очень открытое и очень сильное. Ты один на один с природой, ты один на один с ледовитым океаном, и если ты там выживаешь, то ты просто начинаешь понимать чуть больше. На белых медведей не наткнулись? На белых нет. Других вы так переспросили на белых? Просто белые там не водятся, где мы были в Мурманской области, на Кольском полуострове, они туда как-то нечасто, вообще не заходили много тысяч лет, я думаю, уже. А северное сияние удалось застать? Северное сияние бывает, спешу вас разочаровать, немножко не там. Оно бывает не там, оно бывает ближе к непосредственно полярному кругу, там, где происходит вибрация магнитных полей. То есть, чем дальше на север за полярный круг ты едешь, тем меньше шансов у тебя увидеть северное сияние. А северное сияние примерно на широте 64 градуса, это полярная широта, полярного круга. А мы были где-то 73-75, то есть там его уже просто фактически не бывает. Не планируете съездить туда, где оно есть? Ну, были уже там, где оно есть, и центр северного сияния, это норвежский город Альта, мы там были в мае, но сияние не видели, потому что время северного сияния, это все-таки с октября по февраль, ну, по март, по март, ладно, по март. Хотелось бы спросить насчет концертов, с каким настроем, вообще, с каким настроением нужно выходить на сцену? С абсолютной самоотдачей, с абсолютной концентрацией, с концентрацией на тех словах, которые ты несешь людям, и на той музыке, которую ты сейчас покажешь людям. Потому что нельзя быть расслабленным и нельзя быть в плохом состоянии, в плохом настроении, потому что все, что я отдам людям, они это все почувствуют. А вот если плохое настроение, не хочется вообще выходить на сцену, бывает такое? Нет, не бывает. Мне сразу хочется. Всегда? Всегда. То есть даже настраиваться специально не надо для этого? Не надо, мне достаточно того, что концерт начинается, я уже настроена. А вы можете, например, расплакаться на сцене? Нет, я и в жизни очень редко плачу, поэтому на сцене я тем более не плачу. А вообще что может довести до слез? Ну, какие-то очень трогающие моменты, и, как ни странно, даже какие-то моменты патриотизма. Я иногда саму себя пугаю этим, когда мне что-то так трогательно становится, что аж слезы на глаза наворачиваются. Ну, сложно сказать, да, действительно, люди по песням некоторым про патриотизм. Нет, ну, от собственных песен я не плачу, у меня все-таки слезы от чего-то другого бывают. А бывает чувство одиночества? К сожалению, нет. Никогда? Хотелось бы, но не выходит. Почему хотелось бы? Зачем? Ну, не знаю, очень многие вещи переосмысливаются только в одиночестве, и, более того, я песни пишу только тогда, когда я нахожусь в одиночестве. Ну, внутри себя, в углублении себя. Скажите, ради чего стоит жить? Ради любви. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать цой. А что важнее, дружба или любовь? Любовь, конечно. У вас была любовь в школе? Ну, не думаю, что это была любовь уже. По прошествии многих лет, скорее так, финтифлюшки какие-то, увлеченности, влюбленности. Ну, конечно, как у всех девочек. А есть какой-то такой самый запомнившийся? Ну, не знаю. Я была так сильно влюблена в мальчика, который там учился на два, что ли, класса старше меня. В итоге он мне потом раз и что-то резко перенравился, когда он с какой-то страшной девочкой станцевал на танцах. Ну, в общем, я не помню, это все реально так глупо, все, что в школе было. Но при этом это действительно вызывало серьезные переживания, потому что подростковый возраст, 15 лет, 14, 13, 12 – это очень обостренное все. Но когда проходит много лет, ты понимаешь, насколько это все смешно и нелепо выглядело. Но тогда это были очень сильные эмоции. Вот. Но я думаю, мало кто из встретивших друг друга в школе остается навсегда, скажем так. Все-таки люди идут и встречают кого-то позже. Расскажите про настоящую любовь. Вы говорите, что это были финтифлюшки, а настоящая любовь. Ну, а настоящей любви не надо никому постороннему рассказывать. Надо просто с ней жить и беречь ее, и хранить ее. А безответная любовь была? У меня нет. Вам повезло так сильно? Ну, мне как-то такой вариант не нравится, скажем так. Сейчас по вашим венам течет кто-нибудь? Конечно. И приходит на концерты человек, болеет за вас, за ваше творчество? Да, этот человек вообще всегда со мной рядом находится, как приходит на концерт. Для вас что самое важное в этом человеке? За что вы полюбили? Вообще за что можно полюбить человека? Так я вам и рассказала. Никому про это не расскажу. Все, это мой секрет. Хорошо, за что его полюбили не будем. А за что вообще можно полюбить человека? Вопреки всему. Ну, это не из разряда за что, почему, и как, и зачем. Это ты просто чувствуешь одну с тобой вибрацию и понимаешь, что это та самая вибрация, которую ты долго ждал. Все. Вот это все ответы на все вопросы сразу же становятся ясны. Хочется еще спросить у вас немножечко о детстве. Вы были счастливым ребенком? Да, да, очень-очень. Родители постарались или вы сами? Я сама старалась. Сама. Ну, родители, конечно, тоже старались, я уверена в этом. Но по большому счету я была очень самодостаточная, и все, что мне надо, брала сама от жизни. Остались ваши школьные друзья? Один. Один, но я с ним тоже виделась в последний раз давно. Но один или, ну так, полтора. Один, полтора-два человека, не больше. Полтора, как вы жестоко с человеком. Полтора это потому, что совсем редко пересечения бывают. А вообще в основном друзей много у вас? Нет, очень мало. Чем старше, тем меньше. Почему-то. Они из среды шоу-бизнеса, певцы или кто они по профессиям? Из совершенно разных мест. И из музыкальных индустрий, и из дизайнерских индустрий. Ну, конечно, очень сильно окружение нарастает именно связанное с работой. И, безусловно, эти люди становятся на какой-то период времени или вообще надолго твоими друзьями. Это нормальное состояние, потому что, ну как, не знакомиться же с теми, кто ходит просто по улице. Все равно ты знакомишься там, где ты работаешь с людьми. Да, разные люди. Вы говорили, что с детства знали, что будете петь. Зачем тогда пошли учиться банковскому делу? Ну, так сложилось. Родители хотели, чтобы у меня было образование. В общем-то, оно у меня так и появилось. Хотя я подчеркну, что вместо лекции я ходила там в актовый зал, за которым была как в одной песне реально такая коморка. И там была репетиционная база. И огромное количество времени я проводила именно там. То есть, играла на музыкальных инструментах с ребятами. Они уже аранжировали каким-то образом, играли мои песни. И потом я играла сама без них. Ну, то есть, очень много времени проводила в музыке. А как вы подбирали себе вот сейчас команду барабанщиков, гитаристов? По профессиональным качествам. По тому, как люди играют и насколько они при этом человечески мне подходят. Но в первую очередь, по тому, как они играют. У них должен быть высокий музыкальный уровень. И они должны быть как бы новым поколением. То есть, не олдскульщики какие-то. Поэтому у нас не играют ни дедушки, ни дяденьки взрослые. Это все молодые ребята. И они должны слушать ту же музыку, которая нравится мне. Это много британской музыки. Это интеллектуальная музыка. Это тоже неплохо. Как вы на поклонников реагируете? В тот момент, когда я буду ехать в своей машине на скорости 170. А так вы не гуляете по улицам? Гуляю иногда. Ну, вот если вы гуляете по улице, и к вам вдруг кто-то подошел? Ну, пожалуйста. Не вижу в этом никакой проблемы. И подходят, и здороваются. И говорят какие-то слова, которые хотят сказать. Но это не повод для того, чтобы продолжить знакомство. Поговорили и хватит. Да, поговорили и хватит. Если я живу в городе Москва, и, конечно же, я не запираю себя в четырех стенах. Я передвигаюсь по улицам. Если ко мне подходят люди, не вижу проблемы от них прятаться. В какой город приятнее всего ездить с гастролями? Да, в Питер. Ну, это мы хотим услышать такой ответ, а честно? Нет, это абсолютно честно. В Питер, потому что здесь почти как второй дом, можно сказать. И очень много ассоциаций, очень много красивых мест. Очень много, ну, реально как дома. То есть мы уже приезжаем сюда всегда на своей машине. Живем в одном и том же месте много лет. И это действительно город-то непростой для большинства артистов. И даже те, кто здесь родился, те, кто здесь вырос, начал играть музыку. И вышел родом сам музыкально отсюда. Даже они отмечают, что публика тяжелая. Почему тяжелая? Не знаю, вот публика тяжелая. Но я понимаю, что это не совсем так. Потому что если эта публика тебя принимает именно в этом городе, то это огромное такое испытание для большинства артистов. Но если эта публика принимает тебя, питерская, то это очень круто. И тогда тебе всегда уже нравится сюда приезжать. Вас принимает. Да. И я, конечно, понимаю, что город один из самых красивых в нашей стране. И таких городов мало. То есть не то, что мало, их нет. Все. Это уникальный город. Архитектурно, культурологически. Это уникальное место. Мне всегда здесь не хватает времени сходить в Эрмитаж, сходить еще в какой-нибудь музей и просто походить по улицам, погулять. То есть все равно вы приезжаете не только на концерт, а еще с каким-то запасом, да, чтобы прогуляться по городу, насладиться атмосферой. Вот запас все время убивается на то, что мы отсыпаемся после концерта и после дороги из Москвы сюда. А если брать не Россию, вот какой город или, может быть, какая страна зацепила больше всего? Ну, у нас и в России, кстати говоря, много крутых, нехоженных мест. Опять же, и Арктика просто необъятная. Но... В Норвегии. Да, и в Норвегию вот мы съездили тоже после съемок клипа. Вардио, такой город норвежский на Баренцевом море тоже. Второй. Там два порта на Баренцевом море. Мурманск, огромный город, и Вардио такая деревня на самом деле. Вот. И очень странное место. Там были самые последние в Европе процессы по сожжению ведьм. Их сожгли 144 человека за 100 лет. И это было ужасно, потому что во всей Европе уже это средневековье адское прошло, а там был 17 век. То есть мы просто побывали в таком мемориале. Вообще в Норвегии все очень артово сделано. И даже вот как бы мемориал сожженным ведьмам у них тоже в виде невероятного арт-объекта. Ну, забавное место. И вообще Норвегия красивая такая локация. Но снимать мы там не стали, Арктику. Почему? Потому что там слишком все цивилизовано, слишком прилизано, слишком хорошо, слишком доступно. И совершенно не то топографически. То есть совершенно другая природа. Ты вот как будто вот не твое там, не русское. А песня Арктика, она про Россию, про даже, можно сказать, про Кольский полуостров, про те места, где есть легенда, оттуда пошла Гиперборея, есть легенда, оттуда пошли русы, то есть мы русские люди. И созвездие Ориона покрывает территориально именно нашу землю русскую. Там огромная сила. В Норвегии силы нет. То есть вы именно по силе почувствовали, да, это? Да, когда мы там очутились первый раз, мы просто попали, поняли, что мы попали в какой-то невероятный энергетический портал. Приехали, я за два дня написала, даже за день, можно сказать, написала песню Арктика. Такое бывает крайне редко, только вот с самыми сильными, на мой взгляд, песнями. А обычно сколько пишете песни? По-разному, бывает вообще несколько лет. То есть когда написалось, условно говоря, припев, а куплеты через несколько лет. Или наоборот, куплет, а припев и второй, и третий куплет через месяц. Ну, по-разному это, я не фиксируюсь. А есть песни, которые мгновенные, и они самые сильные, честно говоря. А бывает наоборот, что ничего не получается, там кого-то на помощь призывать приходится? Духов? Ну, не знаю, друзей этих же. Господу Бога на помощь призывать, помоги мне, Господи, чтобы я закончила эту песню, а то завтра концерт ее петь уже надо, да? Ну, может быть, я не знаю, как бывает. Не было такого? Да, вот один раз такое было с песней «Неоспоримо взрослой», когда она была написана вся, кроме нескольких строчек. И я ее писала здесь, в Питере. Ну, то есть это родилось стихотворение в Питере. Я из него сделала песню, но там реально не заставало в этом стихотворении четырех строк. И первые несколько концертов я пела без этих четырех строк. А когда настал следующий концерт, я поняла, что уже как-то немножко стыдно петь. Пора. Одни и те же слова, надо бы их дописать. Мы уже песню-то презентовали. И мы приехали сюда же, в Питер. И вот пришлось призвать на помощь Господу Бога и попросить его... Он помог? Помочь мне срочно к сегодняшнему концерту, который вечером написать слова. Да, он помог. Удачно вам понравилось, как он помог? Ну, всем нравится, видите. Вам больше нравится писать песни какие-то биографичные или о чувствах, эмоциях? Я посмотрела вокруг, я посмотрела львы, гербы, лев, держащий рыбу. То есть я написала вообще вот, что вижу, о том пою. То есть там много ассоциаций подводных, конечно, но очень много описаний вот именно с той точки, где я находилась в этом отеле. Просто вот, что я вижу в окно и как это ассоциативно перерабатывается уже в мои внутренние какие-то штуки. Вот. Но визуального много реального, реалистичного, то есть вот именно то, что я видела. О чем вы точно никогда не напишете? Ну, я не хочу писать о зле, я не хочу писать о предательствах, я не хочу писать о... Да вообще о всем, что какое-то мерзкое, гнусное, гадкое, нехорошее. Я вообще не хочу никаких негативных вибраций. То есть я считаю, что музыка должна быть направлена на добро и на любовь, и на исключительно правильную позитивную вибрацию. О чем вы не любите разговаривать? Не знаю, я могу на любую тему говорить, но точно о всяких глупостях, наверное, не люблю. Такой немножко вопрос, фантазия. Если бы вы могли управлять с нами, что бы вы хотели, чтобы вам сегодня приснилось? Я могу управлять с нами, уже очень давно. Тогда что приснится вам сегодня? Ничего не надо мне сегодня, спасибо. Я хочу отдохнуть после концерта, просто отдохнуть. Тогда мы вас отпускаем, спасибо большое. Спокойной вам ночи, без снов. Теперь мне хочется отправиться куда-нибудь в Арктику, где правят снега, холод и полное спокойствие. А еще хочется воткнуть в уши какую-нибудь позитивную музыку. Хотя я думаю, что заряда энергии, полученного от Мара, мне хватит еще надолго. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ